Здравствуйте! Это программа История Дона и наш сегодняшний гость Юлия Плетнёва. Юлия профессиональный гид-экскурсовод, руководитель медиа-центра, но нам, зрителям программы История Дона, она интересна тем, что Юлия много времени посвятила исследованию жизни Александра Алексеевича Ханжонкова. Это уникальный человек, пионер российской кинематографии. Здравствуйте! Спасибо, что согласились с нами побеседовать. Я знаю, что в Ростове есть памятник Ханжонкову, но многие и туристы, и ростовчане с трудом его идентифицируют. Они смотрят на него и думают, кто этот человек с киноаппаратом. Вот кто же такой был Ханжонков и почему ему в Ростове поставили памятник? Я с удовольствием поделюсь с вами информацией, которую сама тоже искала. Действительно, личность была очень интересная. Родился Ханжонков в семье потомственного донского казака. Его отец сотник. Родился он в 1877 году в селе Ханжонково. Это Донецкая область, недалеко от Макеевки. Но потом семья переехала в Ростов. И в Ростове он учился в школе на Буденовском, которая располагается. Сейчас на этом месте уже другое здание, но тоже школа 42-я. И на школе есть табличка. Тоже, кстати, жители Ростова могут подойти, увидеть, что в этом здании, рядом на этом месте находилось здание, в котором была гимназия, где учился Александр Алексеевич Ханжонков. Закончил школу, поступил в Юнкерское училище. В 19 лет заканчивает Юнкерское училище и начинается его карьера военного. То есть, в принципе, судьба его была предрешена. Он участвовал в русско-японской войне, потом служил в Москве, женился, родились мальчики, гделась девочка. И вот опять Ростов. В 1905 году Александр Алексеевич Ханжонков идет по Садовой и видит объявление. Здесь скоро откроется биограф. Биограф. Что такое биограф? Начнем с того. В России первые киноленты, это называется движущиеся фотографии, начали появляться только в начале 20 века. И как крутили фильмы? Можно было снять любое помещение, складское даже. Поставить экран, рядом поставить пианино для озвучки, на противоположной стороны, поставить аппарат проекционный. Я где-то натыкалась на объявление о том, что будет такой показ, и там такая фраза, которая мне понравилась. Снимать верхнее платье не обязательно. То есть, люди заходили, какое-то время смотрели, не было, наверное, кинозала с привычными нам местами, и просто выходили на улицу, дальше шли по своим делам. Можно было, то есть, можно, ставили лавки, иногда даже лавок не ставили, так большее количество людей вмещалось. И вот такой вот электробиограф открыл Штреммер. Это здание сохранилось, это здание всем известное нам до Яблокова, которое располагается напротив думы. И вот как раз-таки в этот электробиограф Хаджонков приходит и смотрит четыре фильма. Надо сказать, что фильмы тогда были кратерметражные. Общая длительность всех четырех фильмов длилась 20-30 минут. Причем фильмы подобраны были очень интересными. Один фильм был, который входит, такой, вводил в состояние спокойствия, назывался он «Шторм», назывался «Волны Тихого океана». Второй фильм назывался, наоборот, «Движущийся электропоезд». Мы все помним вот эти кадры. И, конечно, люди, которые не представляли себе, пришли в электробиограф впервые, некоторые даже вскакивали с мест, прятались под стульями. Третий фильм назывался, наоборот, «Муха». Это был комический фильм. Когда уже комедии сняли? Это было такое начало, наверное, комедии, когда клоун, у него по лицу ползала муха, и он пытался языком снять эту муху с лица. Ну, простая такая комедия, но тем не менее вызывающая смех. А третий фильм был «Точильщик». Это такой вот фильм-трейлер, когда точильщик приходил точить нож, а кухарка стояла с большим ножом, и он в ужасе бежал, за ним там гнались. Ну, то есть такие вот простые ленты, но они производили на людей огромное такое впечатление. И по этому же впечатлению остался и Александр Алексеевич Ходжонков. Как он пишет в своих потом воспоминаниях, «Я вышел из кинотеатра ошеломленный». И в следующую жизнь он уже не представлял без кинематографа. То есть потомственный казак, у которого открывалась прекрасная карьера. Военного карьера. Военная карьера. Он уже на тот момент был под Исаулом. Это соответствующая должность старшего лейтенанта. Он оставляет службу, получает реверс-сумму 5000 рублей. Это тогда на самом деле была большая сумма денег, но за 30 рублей можно было купить корову. И принимают решение заниматься кинопромышленностью. Приезжают в Москву и знакомятся с предпринимателем, который работал в фабрике ПАТЭ. Начинают выяснять, как их вообще можно бизнес кинопрокатом осуществлять. И этот деятель предлагает Ходжонкову открыть совместную фирму. Они открывают фирму «Эмиль Ош» и «Александр Ходжонков». И на условие, что 5000 предлагает Ходжонков, 5000 предлагает Ош. Для того, чтобы поехать за границу и закупить первые киноленты. Они отправляются за границу. Потом выясняется, что Ош едет без денег. То есть ему пообещал отец выдать эту сумму. Сумма эта не была предоставлена. Ош не рискнул перед началом путешествия это озвучить. И они отправляются полностью на деньги Ходжонкова, закупают киноленты. Опять же, по совету Оша закупаются ленты. Они в результате не очень идут в продажу. То есть Ош был такой авантюрист, который втянул Ходжонкова в не очень-то такое благовидное предприятие, по всей видимости. Скорее всего, просто он не глубоко копал, не глубоко разбирался в этой теме. Что нельзя было сказать о Ходжонкове. То есть это его первая, можно сказать, что первая попытка, но она его не остановила. Насколько глубоко он увлекся этой темой. То есть он возвращается и основывает новое общество уже без Оша, Ходжонков и компания. И начинает уже самостоятельно закупку лент. Как это происходило? То есть закупались ленты, вот как наши челноки в 90-е годы. Закупались ленты, привозились и перепродавались. Разница перепродажи составляла 10%. Продавались за метр. То есть 40 копеек в метр продавали за 60 копеек. 10% в метр. И неважно, какого качества это кино, метр. Старались выбирать. Они же выбирали, чтобы хорошее качество было, чтобы продажа пошла. То есть в этом смысле, конечно, специалист должен был разбираться. То есть Ходжонков выезжал за границу, закупал ленты в Италии. Тогда самые лучшие фильмы европейские производились в Италии. Аппаратуру он покупал в Берлине, потому что самая лучшая аппаратура была тогда немецкая. То есть он начал разбираться, углубляться в эту тему. И, в принципе, деятельность его достаточно так хорошо дальше начала процветать. Но до определенного момента, тоже очень интересный такой момент, пришли киноленты. И перед тем, как пустить продажу, читают название. Название называется «Маортовский слиз». Даже я не могу предположить, о чем этот кинофильм. Ну, точно так же и все смотрят фильм. А в фильме показывается жандарм, который заболел и начал очень сильно чихать. И тем самым вызвал землетрясение. И фильм назывался, на самом деле, «Смертельный насморк». Вот это сюжет. Закручено. Но перевод. То есть зарубежный переводчик, не зная русского языка, вот таким образом предоставил кинопрокатчику такой вот перерыв. А после этого Ханжонков задумался, что «Стоп, почему я? Почему моя фирма не может делать переводы?» Это был следующий уже этап. То есть они уже стали делать переводы и сами писать надписи. А потом начинает задуматься, а если я могу подписывать, почему я не могу снимать? И начинает задумываться о том, чтобы снимать собственные киноленты. И в этот момент он приходит к такому осознанию, что он уже в кинопромышленности погружен полностью. То он уже без нее жить не может. И перспективы здесь огромнейшие. Потому что кинолент еще русских не было. Он снимает первый фильм «Палочкин и Галочкин». Снимает сам. Жанр комедии? Ну, клоунов снимает. Снимает сам. И так как опыта еще не было операторская, то есть следующий момент – уметь снимать. Когда смотрит уже прокат, а тем, что мы сейчас смотрим в электронном виде, мы все это можем просмотреть, проявляет, увидит, что головы отрезаны. То есть пляшут одни туловища. Ну, опять он не останавливается. То есть первая попытка сделана неудачно, ничего, я дальше пойду. И он снимает следующий фильм. Называется этот фильм «Драма цыганей под Москвой». Как-то так называется, точное название, я не помню. Он делал снять цыганский табор. Хаджонков снимает уже нормально, приглашает оператора уже профессионального, который снимает. Опять сталкивается с проблемой. Цыган не хватает рук или ног? Цыгане, которые мы представляем себе активные, да, такие вот, которые пляшут, смеются. Когда они видят камеру, они застывают, и они смотрят на камеру, они поворачиваются на нее, как я сейчас. В общем, провал. И Хаджонков, ну, другой бы человек подумал, что, ну и что, они же головы же, головы же есть, все нормально. Но это нужно быть Хаджонковым, чтобы начать сомневаться. И он начал сомневаться, стоит ли выпускать такую ленту. Хотя она сейчас есть, можно в интернете скачать, посмотреть ее. Вот. И пока он сомневается и раздумывает, другой Александр, но уже Дранков, выпускает свой фильм, первый. Называется этот фильм «Всенька разин» по известному нам произведению из-за острова Настрежень. Он уже не задумывается. Хорошо, там неплохо, главное, что он первый. Вот. И этот фильм, фильм первый попадает на экран. Но это тоже, говорят, что нет худа без добра. Режиссер, первый сценарист, а в России тогда не было сценаристов. Не было вообще этих профессий, да? Не было, да. Первый русский киносценарист был механиком на станции «Оксай», кстати. И вот он увлекся кино и начал писать первый сценарий, прошел обучение. И вот он как раз-то был киносценаристом у Александра Дранкова. Он остался недоволен работой с Дранковым. Что-то у них там не сложилось. Как он объяснил потом Хаджонкову, это было связано с тем, что тот как раз-таки не смотрел на вот эти вот детали. То есть он не так передал сценарий, как ему хотелось. И он пришел к Хаджонкову. Хаджонков взял его и сразу начал снимать три картины с ним связаны. Первая картина, которую Хаджонков снял, уже начал снимать с Гончаровым, называлась «Песня про купца Калашникова» по произведению Лермонтова. И картина должна была быть удачной. То есть и сюжет был хороший, и уже актеры профессиональные начали приглашать. И во время съемки этого фильма в гости к Хаджонкову пришел Дранков, Александр Дранков, про которого мы уже говорили. Ну как в гости? Он, наверное, пришел заглянуть, что же там конкуренты-то снимают. Он для Хаджонкова пришел для того, чтобы предложить ему стать представителем его фирмы. То есть Дранков снимал в Санкт-Петербурге, Хаджонков снимал в Москве. Хаджонков ему представительство сказал, что ему необходимости нет открывать, но взаимодействовать, сотрудничать он согласен. Рассказал, показал, как съемки проходят. И через какое-то время Хаджонков уезжает в Италию, уже работать с партнерами, какие-то определенные новые соглашения заключать. И в этот момент к нему приходит информация, что Дранков снимает такой же фильм с тем же самым названием. То есть заходил он все-таки не зря. Вот конкуренция. Да, нечестная причем. И нечестная конкуренция. Но что так итальянцы и сказали. То есть в Италии партнер, которому он рассказывал, сказал, что он нечестный бизнес. И помог Хаджонкову. То есть он предложил ему, чтобы он экстренно отпечатал свою пленку на итальянской киностудии, кинофабрике. И не взял за это предоплаты, как обычно там берется. То есть взял возможность ему сделать это быстро. И Хаджонков еще и быстро распространил. Причем распространял он тоже очень интересно. Это тоже его инновация была. Распространял он через проводников на поездах. Нам это тоже известно уже. Возможно, после Хаджонкова начали мы использовать тоже это. То есть это очень быстро тогда. То есть не нужно было погрузку ждать. И очень быстро эти ленты распространились. И Хаджонков опередил Дранкова. А Дранков на этой ленте обанкротился. Вот и по делу ему. По делу. Но Хаджонков тоже еще одну такую зарубку себе сделал. Конкуренция, да. И после этого он стал скрывать те фильмы, которые он выпускал. И даже актеры, которые снимались в последующих лентах, до конца съемок не знали название фильма. То есть вот главное название. Главное не выйти было с одинаковым названием тогда. Потому что в принципе с фильмами снимались достаточно быстро. Они были короткометражные. То есть еще одна такая вот новация Хаджонкова. И опять же умение работать с партнерами. То есть как бы его там поддержали. Еще момент очень интересный в жизни Хаджонкова был. Этих моментов на самом деле, Лиза, я могу много перечислять. Вы меня останавливаете. Хотя бы самые яркие. Потому что понятно, что фигура настолько незаурядная, неординарная. Да. Произошло следующее. Произошло очень сильное землетрясение в Сицилии. 200 тысяч человек погибло. И Хаджонков позвонил в Италию и оплатил корреспондента итальянского, чтобы он экстренно снял сюжет по этому поводу. Оплатил доставку. И еще так получилось, что это пришлось на рождественские праздники. И разница в календарях, юлианском и григорианском. Наша таможня, московская, жила по юлианскому календарю. А зарубежная жила по григорианскому. И получается, что Хаджонков как раз таки растамушку произвел там, где это можно было сделать быстрее. И на 13 дней раньше пришла кинолента на экраны. Сенсация. И умение пользоваться как раз таки вот этими всякими моментами. Немножко про Дранкова тоже немножко скажу, пока мы вот эту тему обсуждаем. Конкуренции. Надо сказать, что здоровая конкуренция, она тоже полезна. И отказываться он не был врагом с Дранковым в дальнейшем. Они сотрудничали, они продавали свои киноленты. И Дранков, надо отдать должное, он стимулировал тоже его к развитию в дальнейшем. Дранкова, мы можем фильмы его тоже увидеть. Эти фильмы, он был первый человек, который начал снимать многосерийные фильмы. Сериалы практически, да. Причем сериалы на такие вот темы, которые привлекают внимание. Что нас привлекает больше всего, да? Ну, как обычно, деньги, любовь. И что-нибудь такое же, да, криминальное. Криминал. Криминал. Вот он снимал про Соньку «Золотую ручку». Ох ты. Шесть серий. Тогда это был уже сериал, многосериальный фильм. Да, криминальный сериал, вполне себе. Вот. То есть вот Дранков тоже. И, кстати, он тоже был мастер сенсации. Он снял первое «Льва Толстого», единственное видеокадро. Львик Толстой уходил от кинокамеры. И он снимал скрытой камерой. То есть вот пример скрытой камеры рассказывает даже момент, что он снимал в туалете через дырочку. То есть вот тоже был такой человек, у которого тоже надо было за ним как-то эту конкуренцию тоже каким-то образом, своими способами решать. Вот. Но Ухаджонгов решал вопросы профессионально. Вот. У него цель была сделать киностудию, причем он мечтал о русском Голливуде. И вот эта вот идея русского Голливуда проходила через все его творчество. Надо сказать, что он во многом был новатор. И один из таких вот новаторских фильмов, про которые хочется рассказать отдельно, помимо многих фильмов, которые был сделан, это, конечно, фильм «Оборона Севастополя». Это был первый широкий фильм, батальный фильм, который длился 100 минут. Обычно фильмы были короткометражные. 20 максимум минут, которые длились. Первый такой вот длительный фильм, который был снят за границей, вот в Европе, 72 минуты вышел только через 3 года после того, как «Оборона Севастополя» снял Ухаджонгов. События «Оборона Севастополя» мы все знаем, 1855-1856 год. И вот для того, чтобы снимать такой большой фильм, батальный, конечно, нужна была поддержка государства. И Гончаров, который работал тогда у Ухаджонгова, он добился у Николая II разрешения снимать этот фильм. И мало того, добились того, что Николой II профинансировал, 15 тысяч было выделено, и разрешил использовать войска, которые дислоцировали Садасим и Севастополя. Съемки начались. Причем деньги были выделены на кранометражный фильм. На 20-30 минут Хаджонгов сказал, что я такой фильм не могу снимать в кранометражный. Это, чтобы нормально отразить, можно снимать действительно настоящее кино. Хаджонгов был и сценарист, и руководитель тоже, соавтором. Почему? Казачество. Гончаров, когда он хорошо мог снимать такие вот небольшие сцены, но когда доходила речь о том, чтобы снимать армию, а Хаджонгова-то руководил, сотни руководил. У него, конечно, опыт. То есть он уже пригодились его вот эти вот качества. И съемки происходили в местах происхождения событий. То есть Севастополь, Инкерман, Балаклава нужно было снимать именно на тех местах, где происходили действия. Потому что Хаджонгова был прикреплен специальный полковник, который требовал, что вот где оно происходило, там и снимайте. Был вынужден снимать там. А это оператор, любой оператор скажет, да, что выбор места. Конечно, тем более местность там, Крым это скалистая, гористая такая местность. Да, выбор места съемки имеет значение. Хаджонгова говорит, что земля и небо везде одинаковые, нет, снимайте там. Впервые тогда было использовано две камеры. Разный угол съемки использовался. И впервые тогда было использовано возможность снятия в киноателье. То есть какие-то моменты снимались в павильоне. В конце фильма, а фильм снимался 1911 год, выходили участники войны 1855 года. Представляете, ветераны, уже дедушки, бабушки с орденами выходят к экрану камеры и берут интервью, садятся. И, конечно, сейчас нам смотрели, мы имеем возможность этот фильм сейчас увидеть. И увидеть этих людей. То есть мы сейчас в 2021 году можем увидеть людей, которые принимали участие в войне в Крымской 1855 года. Благодаря Хаджонгову. Благодаря Хаджонгову. Фильм был снят. Затраты его превосходили. Превозошли те суммы, которые были выделены. То есть выделено 15, потрачено было 40. Но это стоило того. Фильм был показан сначала императору. Причем тут тоже новшество было применено. Раньше фильмы... Мы говорим сейчас про немое кино. То есть как оно показывалось? Звука не было. Играл топер. Играл топер на пианино. Хаджонгов первый заменил вот этого топера. Он пригласил хор в печах. И они уже должны были озвучивать видеоряд, который мы видели на экране. Причем он начал использовать 3D-анимацию, можно сказать. То есть полили пушки. Причем это были холостые. И по всему залу, который смотрели, дым был. Царская семья походила из два раза выходить из зала, чтобы проветривали помещение. То есть настолько 3D-анимация была использована. То есть Хаджонгов, конечно, очень переживал, как Николай II посмотрит на фильм. Потому что Николай II был хороший фотограф. Он любил фотографировать. Но он был против кинематографа. Как бы первоначально. Но после фильма все ждали, какая будет реакция. Николай II встал, подошел к Александру Хаджонгому, снял с себя перстень и подарил. Это было показано, что он высшая похвала. И, конечно, после того, как благословение получил император, естественно, эти фильмы, эту ленту должны были раскупать. Но, опять же, расходы, перерасходы какие-то. И Хаджонг опять произвел новаторство. Он первый стал продавать не ленты, а стал продавать права на демонстрацию этих фильмов. То есть не по метрам, как раньше, а права? Права. Это тоже было новаторство такое определенное. Ну, про его новаторство можно еще несколько моментов таких сказать обязательно. Он умел находить людей, которые его идеи претворяли в жизни. Одному же сделать невозможно ничего. Он находил режиссеров, которые снимали. Он находил артистов. То есть те артисты, которые мы знаем и про которые на слуху Вера Холодная. Он открыл Веру Холодную, да. Для меня это был такой вообще немного даже шокирующий факт. Причем, вы знаете, Веру Холодную не хотели снимать и не хотели брать в театр. Считали, что у нее нет театральных способностей, да. Она интересная, но играть она как бы на сцене театральной не могла. И режиссер Бауэр, который работал у Ходжонкова, он увидел в ней вот эту вот резюминку. И он, учитывая, что в кино можно монтировать, он ее просто писал вначале отдельными сценами. Потом это соединял. А чем понравилась Вера Холодная? Потому что сначала кино какое было? Вот это вот зажимание рук, поднимание глаз вверх. Эмоции. И увеличенные эмоции. Это было, да. А она играла, она жила. То есть она на сцене была вот как в жизни. И этим она отличалась. Ходжонков открыл новые имена. Вера Холодная. И еще, что сделал Ходжонков? Он открыл человека, который начал снимать первую в мире объемную мультипликацию. Это Старевич. Это тоже русский или поляк? Он в Литве вообще, он как бы нашел его. Ну, русский тогда считался. Ходжонков купил ему самую дорогую киноаппаратуру. Выделил помещение в Москве и сказал, иди снимай. Потом через полгода принесешь. Старевич через месяц принес ему первый фильм. И этот фильм произвел фурор. Эти фильмы тоже можно посмотреть мультипликационные. В интернете можно найти. Вот стрекоза и муравей. Надо сказать, что многие люди думали, что это дрессированные насекомые, которые Старевич научил двигаться. Читая его книгу, вот он, «Оборона Севастополя», допустим, он пишет, он беспокоится, да, вот съемки производились там, вот, там, вот. А как себя чувствовали люди? Один случай рассказывали, что, сказали, что человек украл у него кинопленку. Вот. Он выяснил, какие у него жизненные обстоятельства и сказал, что, значит, надо поднять ему зарплату. То есть это был пример предпринимателя, бизнесмена и человека. И человека, который жил ради вот этого вот дела своего. Это был пример человека, который соединял в себе удачного предпринимателя, бизнесмена и лучшие человеческие качества. И вот пример, что бизнес может быть с человеческим лицом. Очень мне жаль, но, к сожалению, вот на этой такой ноте придется нам сейчас разговор завершить. А мы постараемся к теме русского кинематографа, к фигуре Ханжонкова еще вернуться. У нас, к сожалению, просто заканчивается время эфира. Огромное вам спасибо за потрясающе интересную беседу. Вам спасибо. Это была программа «История Дона». Оставайтесь всегда с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова